Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Госдума приняла во втором ключевом чтении законопроект, ужесточающий ответственность водителей, лишенных права управления. Если такой гражданин сядет за руль в течение года, со дня вступления в силу решения суда, ему будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 150 часов. На третий раз к нарушителю можно будет применять целый спектр наказаний и штраф до 300 тысяч, и обязательные работы до 360 часов, и лишение свободы до одного года, и конфискацию транспортного средства. Трасса 101 Еще один законопроект, одобренный Госдумой во втором чтении, обязывает страховые компании предоставлять автовладельцам возможность обращаться за выплатой по ОСАГО дистанционно. Новшество должно вступить в силу с 1 января 2025 года. Осмотр пострадавшего транспортного средства может быть тоже произведен без визита к специалистам. Для этого надо будет отправить страховщику фото и видео повреждений. Трасса 101 Рынок новых автомобилей в России, по мнению некоторых экспертов, оттолкнулся отодна. В июне дилеры продали на 3,5 тысячи больше машин, чем в мае. Но все равно в сравнении с началом лета 2021-го снижение огромное – 80 с лишним процентов. Самой покупаемой легковушкой в прошлом месяце снова оказалась «Лада Гранта». На втором месте «Лада Веста», на третьем «Киарио». Также в первую пятерку вошли «Хенде Крета» и «Хавейл Джолион». Трасса 101 Volkswagen официально объявила о прекращении выпуска автомобилей на заводе в Нижнем Новгороде. Ранее немцы не исключали, что производство может быть возобновлено. Но, цитирую, общий высокий уровень неопределенности не позволяет этого сделать. Представители группы «ГАЗ», которые предоставляли концерну производственные мощности, заявили, что площадки пустовать не будут. Там планируется наладить выпуск машин других марок. А вот компания «Вольво» пока не собирается уходить из России, хотя и намерена сократить часть персонала. Сейчас шведы официально продают у нас с десяток моделей, включая кроссоверы XC40, XC60 и XC90. Информации об их стоимости в открытом доступе нет. Трасса 101 При покупке подержанного автомобиля россияне интересуются в первую очередь а. его участием в ДТП, б. возможным нахождением в розыске, в. возможным нахождением в залоге. О результатах социологического исследования сообщило издание «За рулем». Также в топ-5 критериев, по которым оценивается машина с пробегом, вероятность скручивания пробега и число предыдущих владельцев. Интересно, что женщины более ответственно подходят к приобретению бэушного авто, а не чаще мужчин обращают внимание на количество прежних хозяев, залог и соответствие стоимости авторыночным показателям. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин